Мы благодарим Тебя за то, что Ты здесь, Своим Духом Святым, служишь сегодня. Каждому, Отец, кто пришел в этот дом, Отец, мы благодарим Тебя за Твое посещение, мы благодарим за Твою любовь, за Твою благодать и милость. И мы просим Тебя, Отец, чтобы слово Твое, Отец, сегодня звучало в наши сердца, чтобы, Господь, всякая мысль была пленена именем Иисуса Христа в послушании Тебе, чтобы, Господи, мы взяли истину Твою и Слово Твоего Божьего и применили его в своей жизни во имя Иисуса Христа, Отец. И пусть Тебе будет слава и честь, которой Ты достоин. Аминь. Слава Господу! У нас месяц вообще о единстве. Все знаем, да? И у нас в то воскресенье была удивительная проповедь о Иерусалимском единстве от Кати Пановой. Если ты был, ты можешь помахать мне, чтобы я хоть примерно понимал, что есть люди, кто бывают не один раз в месяц на слушании. И она говорила о том, что может вообще принести единство в церковь, что оно способно принести какие дары, какое пробуждение. И вообще Дух Святой может могущественно действовать, когда люди едины. Написано в деяниях о том, что люди были едины, и сошел Дух Святой. И есть такое интересное слово, оно называется синергия. Определение его звучит такое. Это утиливающий эффект взаимодействия двух или более факторов, характеризующиеся тем, что совместное действие этих факторов существенно превосходит простую сумму действий каждого из указанных факторов. Здесь жена попросила начать чуть проще проповедь. Но я понял, что синергия — это то действие, когда сумма, оно больше, чем по отдельности сложить. То есть один плюс один, и получается больше, чем два. Это синергия. Это момент, когда два человека объединяются ради чего-то, ради какой-то цели. И вместе они способны гораздо больше. Давайте с вами прочитаем Писание. Второзаконие 32.30. Говорит, разве может один человек прогнать тысячу, и разве могут двое прогнать десять тысяч? У меня будет современный перевод, поэтому может отличаться от того, что на экране. Не переживайте. Такое случается только, если Господь отдает их врагу, такое случается только, если твердыня отдает их в рабство. Писание говорит, разве может один человек прогнать тысячу, и двое десять тысяч? Представьте, какое умножение происходит. Двое? Не две тысячи, не три, не пять, десять тысяч. Екклесиаст 4 глава с 9 по 12 стихи говорит так. Двоим лучше, чем одному. Когда работают двое вместе, они получают больше от своего труда. И если падает один, то другой поднимает его. Но кто падает в одиночку, тот не может ждать помощи ни от кого. И если двое спят вместе, они согреваются. Спящий же в одиночку мерзнет. Враг может одолеть одного. Двое же могут противостоять врагу. А трое еще сильнее. Они как веревка, скрученная в трое, которую трудно порвать. Писание говорит, что враг может одолеть одного. И он хочет одолеть тебя одного. Писание говорит, что врата ада не одолеют церковь. Церковь мы знаем с вами, что в переводе означает собрание людей. Собрание. Не просто люди закрыли в каком-то помещении и назвали их церковью. Но люди, которые едины в мыслях, едины в своем сердце, едины то, ради чего они живут. Они едины в принципах. Вот эта церковь. Вот мы здесь с вами собираемся, молимся, мы делаем проекты совместно. И эта церковь. Именно поэтому враг не может одолеть, потому что единство приходит. И этот самый принцип о том, что люди соединяются и приходит в Божья какая-то полнота, был заложен еще в самом начале. Бытие 2.24 говорит о том, что вот почему мужчина оставляет отца с матерью и соединяется с женой. И двое становятся единой плотью. Бог берет два и делает одно. Бог берет двух разных совершенно людей, совершенно непохожих, и делает из них одну семью. И это на самом деле, наверное, большое чулу на земле. Потому что я до конца не понимаю, как вот могут два разных человека с разным воспитанием, с разным восприятием, с разными какими-то парадигмами в голове жить вместе под одной крышей. И делить будет. Это же чудо, согласитесь? Все, кто в семье, представьте, это же чудо. Вы вместе живете с человеком, который вообще на другом языке порой говорит. И вот Христос взял 12 разных людей, совершенно разных людей. Они не были похожи. Они не то, что не были похожи. Они были противниками друг другу. Об этом говорил Сергей Владимирович как-то пару воскресенья назад. О том, что люди были с диаметрально противоположными взглядами. Они не просто один плотник, другой столер, другой какой-то механик. Они вообще люди из разных вещей. Один был тот, кто помогал римлянам. Другой тот, кто боролся с теми, кто помогает римлянам. Представьте, и это была команда Иисуса. Вот он взял и объединил. И вот такой вот наш Господь, он берет разное и делает единое. Вот о чем говорил сегодня пастор. О том, что наша задача не в том, чтобы быть под одну гребенку, мыслить одинаково, вести образ жизни такой одинаковый, всем устроиться на одну и ту же работу, ходить в одной и той же одежде. Нам не это нужно. Нам нужно в мыслях навести порядок. Нам нужно осознать, что у нас есть ценности какие-то, которые мы вместе разделяем. И пусть у нас есть разные взгляды на какие-то вещи, но главное быть во Христе едиными. Главное осознавать, что во Христе то, ради чего мы вообще здесь ходим, в церковь вообще, для чего мы строим семью, как мы воспитываем детей. Осознавать, что вот в этом всем мы едины. Аминь. Интересный момент, что в жизни не все бывает так. И Писание говорит, Амос, 3 глава, 3 стих. Станут ли двое идти вместе, не договорившись между собой? А Галатам 5.15 говорит, если же вы будете по-прежнему вредить друг другу и наносить урон, то смотрите, как бы вы полностью не истребили друг друга. Церковь очень много учит о единстве. Но мир совершенно другой. И даже церковь разъединена. Если мы с вами знаем о том, что у нас есть католики, у нас есть православные, у нас есть протестанты, у нас есть даже среди протестантов еще куча динаминаций. Еще куча всего. Есть баптисты, есть пятидесятники, есть харизматы. Вообще куча всего. Люди разделяются, кто как может, кто как вообще на что способен. Но почему это происходит? И это происходит потому, что Христос в Евангелии Иоанна 10 стихе сказал о том, что вор приходит для того, чтобы, кто знает, красть, убивать и уничтожать. Современный перевод говорит, что он делает это в настоящем времени. Не то, чтобы он пришел убить один раз и погубить один раз. А он приходит на постоянной основе уничтожать. И как бы вот его цель такая. И интересно, что иногда мы читаем этот стих и такие. Вот враг приходит, чтобы убивать, красть, уничтожать. Мы будем ему противостоять. Логично же. Ну, мы, значит, вот он такой поднимается, пытается нас атаковать, а мы будем защищаться. Мы будем отстаивать свои интересы. Мы будем отстаивать свою семью. Мы будем отстаивать своего брата, с которым мы вместе жили, там какие-то вещи не поделили. Но мы будем отстаивать. И нам кажется, что это так работает. Но Писание говорит, что змей был хитрее всех зверей. У него есть стратегия. И у него есть стратегия, которая подразумевает разделение. Писание говорит, что враг одного одолеет, а вот двоих уже не сможет. Потому что двое смогут его одолеть, а трое, они еще сильнее. Цель врага в уничтожении. Не просто как-то там какой-то урон тебе нанести, какую-то болезнь тебе подкинуть, чтобы тебя на деньги развели. Вот цель врага. Вообще не в этом. Его цель уничтожения. А стратегия его — это в разъединении. Чтобы ты остался один. Чтобы тебе казалось, что то, что ты проходишь, ты один проходишь. Только тебе одному есть дело до того, что ты проходишь. Как будто бы людям в церкви вообще все равно. Как будто люди в церкви не способны им подняться для молитвы. Как будто они не способны воздвигнуть просто некий непреодолимый барьер молитвенный. Но церковь способна это делать. Задача врага в том, чтобы ты поверил в это все. Матфея, 5 глава. Прочитаем 21-22 стихи. Слышали вы, что сказано было нашим предкам? Не убивайте. А тот, кто совершит убийство, ответит за это перед судом. А я говорю вам, что всякому, кто гневается на ближнего своего, придется ответить перед судом. Интересно, что синодально говорит, кто сердце набрать своего напрасно. Но в оригинале не нашли такого слова, который бы это объяснял. Поэтому мы просто принимаем о том, что если ты в принципе гневаешься на своего брата, тебе придется отвечать перед судом. И дальше мы читаем. И тому, кто оскорбит другого, придется держать ответ в синодрионе. И тому, кто скажет другому дурак, придется ответить за это в аду, в гиене огненной. Это говорит Христос. И Он говорит, что вот если ты говоришь дурак, как часто на эмоциях, в порыве гнева какого-то, мы способны сказать гораздо больше, чем дурак. Но Христос здесь говорит о том, что если ты вот это все говоришь, то ты подлежишь суду. Если ты гневаешь на своего брата, ты будешь отвечать в суде за это. Не то, чтобы у человека есть повод на это, есть обязательно какое-то право. Мы всегда можем найти аргумент. Мы всегда можем оправдать себя, почему мы обижаемся, почему этот человек не прав, так или иначе. Поэтому всегда, когда приходят к тебе на лидерскую консультацию люди, очень важно, особенно семья, когда приходит, очень золотое правило вообще. Когда прибежал к тебе муж, жалуется на жену, обязательно выслушай жену. Потому что, скорее всего, там будет другая версия. Так оно и есть. Мы живем с вами, проживаем одни и те же события, но видим их по-разному. Поэтому нам нужно осознать, что даже имея аргумент обижаться, это не дает нам права обижаться. Давайте с вами увидим момент, который здесь описан. Вообще, вот в этой пятой главе Христос обновляет некие постулаты, которые были даны Моисеем. И он здесь, да, говорит, что кто убил, соответственно, должен отвечать. А я говорю, что кто обижается, тот уже должен отвечать. И здесь Иисус открывает некую истину для каждого из нас. Он говорит о том, что прежде, чем это произойдет в твоей жизни, это произойдет в твоем сердце. Христос говорит, что прежде, чем что-либо произойдет в твоей жизни, это произойдет в твоем сердце. Нам важно осознавать, что наши поступки – это результат наших мыслей. То, что мы говорим, Писание говорит, от избытка сердца говорят уста. от избытка сердца. То, чем ты наполнен, то ты и говоришь. Иногда можно выйти в фойе, в церковь, между служениями и послушать, о чем говорят люди. Кто-то говорит о машинах, кто-то говорит о работах, кто-то о бизнесе, кто-то о деньгах. И совсем немного людей, которые говорят о Христе, воскресенье в церкви. Наша задача не в том, чтобы прийти сюда, спеть несколько песен и послушать проповедь. Но наша задача – исполнить слово, которое говорит «седьмой день». Отдыхай. Отдыхай от своих дел. Аминь. И мы с вами прочитали о том, что кто скажет друг другому дурак, придется ответить за это в аду, в гиене огненной. Интересно, что еврейский народ был хорошо знаком с гиеной огненной. Для нас это вообще ничего не значит. Но если почитать исторически, то это буквально была долина, в которой раньше царь израильский распорядился приносить детей маленьких в жертву, проводя их через огонь. Он приносил их в жертву ложному божеству. Пришел другой царь, который увидел все это безумие и сказал, что не будет так, перестаем так делать, возвращаемся к Господу. Перестаем творить этот трэш, перестаем сжигать людей. И люди перестали это делать. Но место, оно осталось. И его стали использовать как свалку. И так как там часто постоянно горел огонь, то там был огонь, который вообще не тух. Не было момента, когда он затух, окончательно все, и перестало все гореть. Потому что мы с вами знаем, что свалки, они горят постоянно. Клубы дыма там постоянно. И вот это место называется Гиена Огненная. Вот эта долина была взята как образ того, что происходит в аду, чтобы люди наглядно понимали, что это такое. Я пытался подобрать картинку, но что-то произошло с расширением, чисто пиксели. Но принцип понятен, что просто свалка, которая постоянно горит. И Христос говорит, вот если ты называешь своего ближнего дураком, то тебе вот нужно вот туда. Представьте, как сильно. Просто задурак. Просто казалось бы, что такого? Мы люди, мы так привыкли говорить какие-то слова, не придавая им значения. Но Христос поправляет нас, и спасибо ему за это. И вот эта вот Гиена стала прообразом отношений. Когда-то это была зеленая долина, на которой были зеленые луга, там росла трава. И это прообраз наших отношений между людьми. Когда ты знакомишься с человеком, ты начинаешь его узнавать ближе, ружайка, она словно засеивается. Она становится зеленее, зеленее, зеленее. Все здорово. Муж с женой. Несколько дней женаты. Все здорово, все классно. А, аллилуйя. И что говорили, что в браке будут какие-то конфликты, бред какой-то. И все здорово. Вначале всегда здорово. Но приходит время, приходят обстоятельства в твою жизнь, которые разрушают это. И вот гнев и обида, они способны в какой-то момент выйти из-под контроля. Слова, которые ты вдруг сказал, человек настолько глубоко принял их, что потом годами борются с этим. Очень важно, воспитывая детей, закладывать в них правильные вещи, закладывая в них правильные слова. Поддержки, ободрения. Это важно делать. Почему? Потому что если постоянно тыкать маленького ребенка в том, что он ничего не умеет и ничего у него не получается, что в принципе логично, ведь он маленький совсем. Знаете, у меня есть дочка, ей 8 месяцев. И она сейчас пытается вставать. Она уже круто встает, она уже здорово ползает. И она уже потихонечку попытается, начинает вставать. И кажется комичным, когда она пытается встать. Этот маленький ребятенок 8 месяцев. Она пытается встать. И само собой она падает. Само собой она делает шаг, и она падает. И если постоянно говорить о том, что слушай, ты раз упала, два упала, три упала, ты не делаешь выводов. Тебе не кажется, что ты занимаешься не тем? Очень часто мы говорим это в жизни другого человека, близкого человека. И в этом, кстати, интересный момент, что чем ближе отношения, тем больше возможностей. Возможности для чего? Для близости и для обид. Потому что никто не сможет себя вывести из себя так, как человек, которого ты очень сильно любишь. именно поэтому есть такая штука, как бытовой конфликт. Полиция приезжает разбираться в семью. А, ну это бытовуха. И они ничего не делают. Просто уезжают. Потому что они понимают, что вот есть два человека, которые когда-то очень сильно себя любили, возможно, но сейчас находятся в отношении, когда а можно еще разок с огненным вот этим полем показать, что их отношения находятся вот в таком состоянии. И все начинается с неких обид. Вообще мы живем во время обид. Легких обид. Вы заметили, что люди обижаются на все подряд? Вообще на все подряд. Ты можешь сказать, что-то не так. Ты можешь посмотреть, как-то не так. Ты можешь одеться, как-то не так. Когда буквально вот на днях мы ходили там по магазину для того, чтобы одеться. Вот чтобы мне вот сегодня выйти к вам в воскресенье в церковь и поделиться словом. Я хожу по магазину и думаю, что мне одеть? Что мне одеть такого, чтобы какой-то человек, сидя на заднем ряду, не сказал, что вот так ты вышел поделиться словом вот так? Ты ничего другого не нашел? Знаете, люди могут обижаться вообще из-за всего. И в этом есть тактика врага. Матфей 12, 25 говорит о том, что Иисус знал их мысли. Поэтому он сказал, любое царство, разделенное враждой на части, погибнет. И любой город, и любая семья, разираемая распрями, не устоит. Как я сказал, цель врага — это уничтожение. Его тактика — это обида. Потому что если мы будем с вами все время вместе, то нас не разделить. Если муж и жена все время проводят вместе, он уделяет ей время, он уделяет ей внимание, он говорит о том, какая она замечательная. Они едут там в отпуска, они там воспитывают прекрасных детей. Сложно разделить людей. Но есть обида. Есть маленькие обиды. Маленькие. Они незначительные. И Матфея 5, 22 еще разок прочитаем. «А я говорю вам, что всякому, кто гневается на ближнего своего, придется ответить перед судом. И тому, кто оскорбит другого, придется держать ответ в Синдрионе. И тому, кто скажет другому, дурак, придется ответить на это в аду Евгении Огненной». В греческом слое, в греческом оригинале, вот это место переводится слово «гнев» в двух вариантах. Первое. Гнев вспыльчивый. Когда ты взорвался на эмоциях, это быстро разгорелось, как пламя, как вспышка. И быстро потухло. А второе. Это закоренелый грех. Это когда какую-то вещь, которую сделал против тебя ближний, ты холишь и лелеешь. Знаете, есть люди, которые постоянно живут в обидах. Их все время все задевает. Они постоянно всем недовольны. И не отпускают эти вещи. Они просто с ними живут. И вот здесь Христос говорит о том, что вот кто гневается, кто не отпускает эти обиды, и кто не отпускает вот эти все вещи, то оно вот как вот это поле выжженное становится со временем. И 23 стих говорит. «И если неся дары к алтарю, ты вспомнишь, что кто-то имеет что-либо против тебя, то оставь свои дары перед алтарем. Сначала пойди примирись с этим человеком. А когда вер... И тогда вернись обратно и возложи дары». Интересно, что Писание говорит, что вот если ты пришел в церковь... Вот Христос продолжает. Очень важно. Христос продолжает свою мысль. Он начал про своих ближних. Потом он говорит. Вот если ты пришел в церковь и вспомнил, что брат что-то имеет против тебя, интересно, что мы можем прийти в церковь. Христос говорит, что вы приходите к жертвеннику, вы приносите дары, при этом имея обиды друг на друга. Иногда жены приходят сюда, поднимают руки к небесам, поют о том, как велика милость Господа. И внешне вроде все нормально, вроде все здорово. Но утром... Но утром что-то произошло в их семье. Муж что-то сказал, она отреагировала, он добавил, она докинула, и все. И она приехала одна в церковь, он приехал потом один. Они зашли в разные двери, стоят оба вот здесь. Один здесь, другая там. Поднимают руку к одному и тому же Господу и поют о великой милости. Но Христос говорит, если брат что-то имеет против себя, оставь это. Здесь Христос говорит такую вещь, что отношения между нами, между людьми, важны настолько, что ты жертву можешь свою не приносить. Понимаете? Стих 25 говорит о том, что с тем, кто ведет тебя в суд, примирись как можно скорее, пока ты еще на пути. Иначе враг твой передаст тебя в руки судья, судья же передаст стражнику и тебя бросит в темницу. И сына, говорю, ты не выйдешь оттуда, пока не заплачешь весь долг до последней копейки. Очень часто мы с вами воспринимаем эту историю как о финансах, но я бы хотел, чтобы мы с вами смотрели ее сегодня как отношения, которые развиваются между нами. Христос говорит, мирись с соперником своим. Интересно, что Христос это не продолжает ни на следующий день. Но я верю в то, что это он сидел с учениками и такой, и начинает ему рассказывать о том, что важно, друзья, не гневаться на брат своего и погнал, погнал, погнал. И вот 21 стих говорит, если ты гневаешься на брата, тебе нужно отвечать в суде. А в 25 стихе он говорит, с тем, кто ведет тебя в суд, примирись как можно скорее, иначе враг твой предаст тебя. И по какой-то причине мы видим здесь, что в 25 стихе используется слово враг, но в 21 стихе мы читали с вами, и там написано брат. Можно подумать, это два разных человека, две разные ситуации жизненные. А что, если нет? А что, если это один и тот же человек? Что, если в 21 стихе он был тебе братом, он был тебе другом, он был тебе помощником, он был тебе наставником. Но что-то произошло, пока ты шел до 25 стиха, и вот ты в 25 стихе, и это твой враг. Как много разрушенных отношений. пока мы живем с вами, мы так легко разрушаем отношения, мы так разрываем связи, которые были тесными, были близкими. Иногда родственники ссорятся за каких-то вещей, пустяков, казалось бы, но они перестают говорить это слово совсем. И они уже не могут назвать друг друга братом, другом, но они могут назвать друг друга врагами. И это все происходит на пути. У каждого из нас есть сад, у каждого из нас есть отношения с близкими людьми, которые цветут и пахнут, которые мы взращиваем, о которых мы заботимся. И Христос часто переводит пример на мужа и жене, но в принципе это можно привести на примере любых отношений между братьями, между сестрами, между родителями и детьми, между коллегами, между друзьями. Очень часто можно, кстати, привести этот пример с друзьями. И вот вы, лучшие друзья, вы все время проводите вместе, у вас близкие тесные отношения, но вдруг, в какой-то момент этот человек, твой друг, твой друг из 21 стиха, начинает встречаться, начинает с кем-то встречаться. и ты вроде бы рад по-дружески за него, вопросов нет. Ты разделяешь радость с братом своим. Но их отношения развиваются, и вдруг в какой-то момент, в воскресенье в церковь ты пришел такой, побывал на служение, и после служения, ну что, ребят, поехали дальше гулять? Они такие, да-да-да, мы поехали. Переживали вы такое или нет? Но это отвратительно. Наш совет, берите третьего, берите третьего, убережет от ненужных ошибок. И к чему я? К тому, что человек не обижается сразу. Ну такой, ну ладно, скатайтесь там, фильм вышел, вот хочу ей показать, чтобы она посмотрела. И человек не обиделся. Но приходит второе воскресенье, ты такой, ребята, сегодня я забронировал места. Они такие, мы едем к родителям. И ты по-честному рад за них, но где-то в глубине тебя происходит какая-то штука, щелкает что-то, словно ты им не нужен, словно им без тебя хорошо. И ты обиделся. Есть крупные вещи, есть измены, есть предательство. Но сегодня я хочу с вами говорить об обидах. Потому что цель врага это уничтожение. Его стратегия это разделение нас. И тактику, которую он использует очень часто и очень эффективно и очень, я бы даже сказал, результативно, это обида. У меня есть жена. Она обожает цветы. Если ты жена или ты девушка и любишь тоже цветы, можешь поаплодировать. Она любит цветы. По поводу без, на праздники или не на праздники, не важно. И мне потребовалось несколько лет на то, чтобы это понять. И все эти несколько лет, которые я никак не мог это понять, у нас были конфликты. Приведу пример. Ее день рождения. Она просыпается утром. Готов ли у меня подарок? Готов у меня подарок. Но это утро. Представьте себе ситуацию. Она просыпается утром. Я поздравляю ее с днем рождения, обнимаю, целую. Ухожу на работу. Знаю, что вечером мы пойдем в кафе, еще какое-то место. И там я подарю ей подарок. Но сейчас утро. Я поздравил ее и не подарил цветы. Хотя бы цветы. Мелочь. Мелочь. Мы с вами говорим сегодня о таких мелочах. И она это запомнила. В течение дня она напомнит мне об этом несколько раз. Хотя я прекрасно об этом помню. Вечером, когда я буду дарить подарок, будет уже немного другая атмосфера. Так мы устроены. Или, знаете, еще она любит ее любимое вообще занятие, которое может поднять ей настроение, это ходить по магазинам. многим это знакомо. но каждый раз, когда она приходит с магазина, знаете, еще сейчас есть такая штука интересная. Валдберес, озон, вообще выходить не надо. время от времени мне просто приходит сумма, которую нужно оплатить. и вот она приходит. И вот она приходит каждый раз с пакетами, с этими, знаете, посылками, эти коробки. Она приходит, заносит их. И она радостная, она счастливая. И я по-настоящему внутри рад за нее. Но что вижу я? А вижу я очень на самом деле простую вещь. Потому что я веду бюджет семейный. И я вижу эти покупки как гранаты в этом бюджете, которые просто разрывают его. И я понимаю, что в этом месяце мы в дефиците. И я вроде рад за нее, но где-то в глубине раз, и обида. Просто маленькая обида. Ты даже не заметил ее. Вроде все тот же сад. Вроде все так же здорово. Все цветет и пахнет. Вы начали с другом бизнес. Но спрос на услуги упал. И вы решили делить заказы между друг другом. Один ты, один он. Но в какой-то момент позвали своего друга на тот заказ, который он делал до этого. Ему дали еще один, и еще один, и еще один. Зовут его, потому что он в этот раз сделал качественно. И как бы не вопрос, что ты делаешь криво. Но вопрос в том, что его зовут, а тебя уже нет. И вы вроде бы как бы вместе это делали. И ты вроде бы как бы даже не обижаешься. И вроде как бы ему деньги нужнее. Но в какой-то момент ты начинаешь сомневаться в том, что а вместе ли вы делали это? А мы продолжаем это делать вместе? есть много вещей в нашей жизни. И эти примеры можно приводить бесконечно. Но это маленькие обиды, которые сажаются в наше сердце, которые приходят в него и закрывают наш сад, наши отношения. И в какой-то момент тебе приходит мысль. Мне одному это надо. Я один это тяну. И ты закрываешься. Да не вопрос, я выброшу мусор. Снова. Один. Как всегда. Мне не сложно. И не вопрос сложности. Но вот вы вроде бы были вместе. И то, что Бог соединил, разъединено. Ты вроде еще здесь. Но как будто что-то мешает. Писание говорит, ты видишь старинку в глазе брата своего, но не видишь бревна в своем. Тебе кажется, что вот это соринка у него. Это все из-за него. Это он вот так тогда поступил. Это она тогда наговорила мне. Я не могу это теперь забыть. Есть вещи, которые разделяют нас. Понемногу, по чуть-чуть. Это маленькие обиды. И знаете, было бы здорово, чтобы у Бога был какой-то выход. Но интересно, что у Бога выход как раз есть. Мы с вами иногда ищем пример человека, который бы смог пройти это, смог преодолеть это испытание, какую-то трудность в жизни преодолел, и справился. И мы ищем пример. Но знаете, ведь у нас у каждого есть пример. Есть пример человека, кто, имея абсолютное... Абсолютное право обижаться на тебя. Он пришел и раскрыл объятия. И сказал, я прощаю тебя. Он сказал, да, ты сделал много. Ты много чего сказал. Но я открываю руки свои для тебя. Потому что я люблю тебя. И Бог хочет, чтобы мы с вами научились работать с этими обидами. Работать как? Не вопрос в том, чтобы замалчивать их, не вопрос в том, чтобы как-то подавлять их внутри. Я буду терпеть, я сильно, я справлюсь. Вопрос не об этом. А вопрос в том, что с ними нужно работать. Обязательно нужно, конечно, поговорить. Но важно, после того, как ты поговоришь, бросить обиду. Выбросить это снова. тебя снова задели? Брось. Тебя снова где-то не отметили, не заметили. Брось это. Не держись. Я бы хотел, чтобы мы с вами сейчас поднялись и осознали, что в церкви есть огромная сила. Сила, которая заключается в единстве. Но цель врага это уничтожение. Уничтожение твоей семьи, твоей дружбы, церкви. Его задача это уничтожить. И у него есть стратегия. Это разделение. И делает это с помощью маленьких обид. Я бы хотел, чтобы мы с вами сейчас закрыли глаза и посмотрели на свое сердце. Возможно, у тебя есть сейчас разговор с человеком, с которым нужно было давно поговорить. Нужно было бы давно уже сказать ему, что я прощаю тебя. Возможно, у тебя есть человек, на которого который обижен на тебя. Которому тебе нужно подойти и попросить прощения. Но ты говоришь, что это он начал, это он виноват. Послушай, вопрос не аргументов, а вопрос освобождения твоего, вопрос примирения. Потому что, потому что, услышите, попросить прощения это, это вот, это задача одного человека. Но примириться это задача обоих. Однажды кто-то сказал такую вещь, что когда ты прощаешь кого-то, ты отпускаешь узника на свободу, и вдруг понимаешь, что узником все это время был ты сам. Тебе кажется, что ты не общаешься с человеком, и это вот он страдает теперь. Но ты страдаешь. Дорогой Господь, мы молимся тебе, о том, чтобы мы были способными прощать. И не вопрос сейчас взять и простить все обиды разом. Потому что обида – это событие. Это вот что-то произошло, и это задело тебя. И ты отреагировал так, и ты обиделся. Но совершенно другое – это когда ты живешь в обиде. Совершенно другое – когда ты лелеешь эту обиду, когда ты отстраняешься от людей, от одного, второго, третьего, пятого, ты уже с десятью людьми не разговариваешь в церкви. Он сидит рядом с тобой на другой стороне зала, и ты даже не хочешь к нему подойти, обнять его. У него что-то случилось, а ты даже рад за него. Случилось что-то плохое, а ты радуешься. Не должно быть так. Дорогой Господь, я хочу, чтобы мы с вами подняли руки. Господи, Царь, я прошу Тебя, помоги каждому из нас сейчас увидеть свое сердце. Увидеть, Господь, возможно, те обиды, которые происходили с нами. Возможно, они были вполне оправданы. Но, Господи, я прошу Тебя, помоги каждому из нас сейчас принять решение простить. Бросить обиду, как что-то горячее, как мы от огня просто. Бежим. Господи, помоги также бросить это. Чтобы, Господи, наш сад, Господь, он свел. Чтобы, Господи, это не было, как выжженная, Господь, какая-то долина. Но чтобы, Господи, это были живые отношения. Господи, мы молимся Тебе за то, чтобы церковь имела живые отношения. И пока ты молишься сейчас, я хочу, чтобы ты почувствовал, как кровь начинает отходить от кончиков пальцев твоей поднятой руки. Держи руку поднятой. Держи руку поднятой. Я хочу, чтобы ты это почувствовал. Я хочу, чтобы ты это сейчас пережил. Потому что, когда ты держишься за обиду, жизнь уходит, радость уходит, благодать Божья уходит. потому что непрощение, потому что обида противоречит природе спасения. Христос говорит, я прощаю тебя. Так почему же ты держишь свою руку? Почему ты все еще держишься за это? Это от тебя уходит жизнь. Это не от другой человек страдает. Это не он мучается. Это не он в заперти. Это ты уже в заперти. Это ты уже не ходишь никуда. Ты уже ни с кем не разговариваешь. Зачем ты держишься за это? Отпусти. Опусти руки. Опусти. И почувствуй, как кровь приливает снова. Как возвращается жизнь, когда ты отпускаешь. Когда ты не упорствуешь, а отпускаешь. Когда ты прощаешь. Тебя обидели, а ты прощаешь. Потому что ты принял решение прощать. Дорога Господа, я молюсь тебе, ведь это в том, чтобы каждый сегодня здесь не просто что-то увидел на проповеди, но чтобы человек смог принять решение простить, отпустить, бросить что-то. Бросить что-то, так гнетет его. Бросить, возможно, какую-то обиду против брата твоего. Я хочу, чтобы сегодня, после этого служения, ты взял свой телефон и позвонил человеку, с которым, возможно, давно имеешь конфликт какой-то. Вы уже давно не разговариваете. И уже ты даже не помнишь, почему ты не разговариваешь. Это как в семейном конфликте. Слово за слово. Второе, третье, пятое, десятое. Ты уже не помнишь, почему ты споришь. Но ты споришь. Тебе уже что-то задело. А что задело? Ты не понимаешь, потому что так много всего накидал. Возьми телефон и позвони этому человеку. Отпусти узника, которым ты являешься. Не он узник, а ты. Писание говорит, нам прощать. Аминь. Слава Господу. Спасибо тебе, Иисус, за все, что ты делаешь, Отец. За то, что ты освобождаешь, Господь, в пленных. За то, что ты освобождаешь, Господь, каждого стоящего здесь. Я благодарю тебя, Христос. Я благодарю тебя. Слава Господу.